сейчас у нас небольшой обзор панчета asus memopad hd7 беленький панчет у нас вот ну технические характеристики рассказывать не буду то все можно посмотреть в интернете я коротко остановлюсь на таких основных моментах сах и минусах планшета нам узле значит ну как уже видно как вы знаете на планшете установлен IPS экран соответственно углы обзора достаточно таки большие то есть изображение остается четко под любым углом но яркость регулируется широких пределов за счет этого меньше ночью очень удобно когда припустим в полной темноте отстрируем и спаливаться вот расскажем про другие практические особенности планшета значит что хочу отметить вай фай однозначно ловит хорошо антенна достаточно хорошо то есть достает там где мой телефон sony сперри с этими жесткими углами видите как менять цвет не достает уже gps приемник также лучше работает чем на телефоне sony по поводу недостатков которые мне не нравится в этом планшете во первых страшно меня раздражает вот эти вот кнопки которые размещены как бы сзади если пиншет находится в чехле то доступ к этим кнопкам неудобно поэтому при выборе чехла обратите внимание не берите такого типа чехла книжечка потому что будет неудобно во вторых вот эта белая штука белая штука в этом белый глянец очень прекрасно впитывает всю грязь и поскольку я носил вот прямо на черный этот материал то вам все это у меня я имел черные пятна которые вычухались только об эту голубую замшу вот собственно если есть возможность купить разный цвет и белый не критично то лучше все так и взять более практичный черный по скорости работы нареканий не имею вот из того что я узнал дайте все игры что меня интересовало там драги рейтинги всякие вот даже некоторые трехмерные игры не сложные но из бесплатных я играл все идет достаточно отлично вот сейчас где-то у меня тут был тест антуту бенчмарк сейчас мы посмотрим ведь он конечно сохранил результат прошлого вот результат 12500 36 достаточно неплохой результат в принципе для в качестве такого первого планшета для того чтобы понять что все таки нужно отличный так рассмотрим в этом видео недостатки планшета asus memu pad 6 достоинства я писал предыдущих видео так перейдем недостатка первых камера фонтально установлена сбоку но как вы знаете skype при открытии устанавливается в видео режиме как правило горизонтально потому что камеры ориентированы горизонтально как правило и вот поэтому камера смотрит под углом меня это немножко неудобно для меня фронтальная камера было бы лучше здесь в принципе более логично и удобно потому что камеры как правило снимают веб камеры в горизонтальном формате и держите вы устройство горизонтально пускать второе бесят меня вот эти кнопки вот эти кнопки меня бесят которые на задней поверхности в чехле неудобно их использовать они утоплены от боковой поверхности дальше этот глянец чрезвычайно нежный царапать он на раз то есть достаточно какой-то при ленте там про проникнуть и все и поверхность будет поцарапана поэтому нужно очень нежно несмотря на это на моем устройстве хоть всегда в чехле практически из дома не выносилась исключительно нежно использовалась все равно появились царапины значит еще одно свойство которое в принципе незаметно при ярком дисплее но если выключить то и поднести источнику света видно что покрытие всю грязь все отпечатки все на себе собирает это все просто так по речи немного недостатка консультации но выпад здесь 7 из недостатка я бы хотел выделить чрезвычайно длительный заряд заряжается планшет ужасно медленно это ужасно раздражительно если вы разрядили его то нельзя его за полчаса или зачастую зарядку будет заряжаться вполне реально особенно смотришь фильм и надо вот в комплекте с ним идет вот я сейчас покажу вот проводочек длиной то около метра естественно придется торчать возле розетки это все ужасно неудобно телефон и в этом деле лучше ну что можно зарядить за час полностью этой быстрее плюс когда он висит на этом эти пользуешься на максимальной яркости практически он невозможно нормально зарядить батарею она заряжается чрезвычайно медленно вот но зато у нас есть длительное время автономной работы вот штатное зарядное устройство нас по моему сейчас не буду выискивать на экране ну 135 ампера на 5 и 2 то есть для такой емкости батареи достаточно небольшой ток зарядный впрочем может это увеличить срок действия батареи что еще хочу сказать из недостатков устройства ну в принципе так я уже все описал в предыдущем это все недостатки иногда система android конечно проглючивает приходится запускать следствием с разнообразные программы ускорителя не старая на большой объем оперативной памяти и большое количество ядер все таки но все равно иногда умудряется потормаживать что заметно и играх вот всякие паразитические процессы с ними нужно бороться иначе ничего не получится вот и все спасибо вам за сомневания